Слушай, больше чем на дне рождения у тебя народу, я прям в шоке. Ну, практически столько же, но нормально. Друзья, всем привет, рада вас здесь всех видеть. Мы прекрасно понимаем, что уже к вечеру от такого количества практичной, полезной, современной, модной молодежной информации вы уже немного перегрузились и устали. Поэтому мы подготовили доклад в таком формате. Небольшого можно, конечно, стендапом это не назвать, но я думаю, это немного вас раскачает. Меня зовут Андрей Гавриков, я генеральный директор маркетинговой группы «Комплета». Состою в Совете гильдии маркетологов России, представитель Нидерландского института маркетинга в России. Это Володя, проектный директор маркетинговой группы «Комплета». Я генеральный директор, мы вот те самые айтишники, специалисты по информационной безопасности, которые стали маркетологами. Последние 5-6 лет наше маркетинговое агентство работает в основном с B2B-компаниями, с промышленниками, с производителями, с компаниями, с дилерскими сетями. Там, где долгие сложные продажи, там, где обязательно есть менеджер по продажам и там, где нужно очень глубоко погружаться в бизнес клиента. То есть по факту мы не как агентство работаем, а вот становимся таким вот внешним отделом для наших клиентов. Да, ну чтобы вы понимали, в какой-то момент мы поняли, что те компании, в которых сложные отделы продаж, сложные циклы продаж, и в которые, собственно говоря, даже в оффлайне очень сложно что-то сделать с маркетингом, с рекламой, в интернете это все превращается в какую-то совершенно очень суперсложную историю. И везде, куда бы мы ни приходили, мы видим одну и ту же проблему. Вот этот священный холивар – отдел продаж, отдел маркетинга. Да, когда отдел продаж говорит, ребят, слушайте, да вы маркетологи вообще кто такие, мы приносим деньги в компанию. Вы там что-то придумаете, позиционирование вашей концепции, что-то еще, но деньги несем в бизнес конкретно мы. Ну да, и, соответственно, маркетинг с этим категорически не согласен, он вопрошает, с чего это ли вообще продажи рулят, потому что если мы не будем давать обращения, не будем давать лиды, не будем давать заявки, что вообще вы будете продавать, будете холодными продажами у нас заниматься. И когда они, собственно, эти обращения и заявки передают, они очень недоумевают, почему до продаж доходит мало, как вообще до продаж доходит вся эта история. Они столько усилий, столько инструментов, столько технологий во всем этом завязаны, и потом на выхлопе вот такая история. Но продавцы-то говорят, что, слушайте, вы сами попробуйте по этим заявкам что-то продайте, вы вообще видели, кто к нам пришел? Да это совершенно не те клиенты, они совершенно не тот, хотят продукт. Сами продавайте, мы лучше проведем какую-то конференцию, выставку, а вы нам не помогаете. И получается вот такая нелепая ситуация, вот конкретно в таких типах бизнеса. Маркетолог отвечает только за верхнюю вот эту горлышко воронки продаж, и, собственно говоря, руководитель ставит ему задачу, слушай, там, пригоняй 500-700 заявок в месяц. Да, если маркетолог хочет, скажем так, немного продвинуться в своем развитии и отвечать все-таки за привлеченные средства, за продажи, за какой-то оборот, он вынужден лезть в воронку продаж, он вынужден лезть в отдел продаж, вынужден лезть в телефонию, в CRM, разбираться, как обрабатываются его лиды и заявки. И неизбежно на этом этапе, когда он пытается туда сунуться, происходит оно. Всегда. И тут появляется руководитель, которому, с одной стороны, да, я вот как собственник бизнеса тоже говорю, очень выгодно, когда маркетинг и продажи между собой, так знаете, сцепились, да, то есть и пытаются доказать собственнику бизнеса, кто лучше и так далее. Но с другой стороны теряется вот эта самая синергия развития бизнеса, и вместо того, чтобы строить крутую, надежную систему, мы занимаемся какими-то склоками. И уже работая с таким клиентом, мы стали думать, а как бы, как бы нам взять вот эти вот два отдела, да, которые холивар, вот этот священный идет, и между собой подружить, как бы сделать так, чтобы они работали синергично. Ну и мы подумали, что для маркетологов, для, наверное, большинства в зале здесь сейчас, инструментов огромное, бесконечное количество, их просто десятки. По некоторым инструментам, по всем, наверное, есть свое отдельное агентство, свои отдельные специалисты, но есть проблема. Эти инструменты очень часто используются достаточно топорно, достаточно прямолинейно, очень редко в связке с друг с другом. Всем знакомо, покупаем обувь, одежду, год за вами бегает баннер с этой обувью, одеждой, которую вы уже купили. Покупаете какую-нибудь еще бытовую технику или что-то еще, неделями и месяцами преследует email рассылка шаблонная, где ваше имя подставлено, пусть даже с полезным контентом, но она такая же для всех, для десятков, для сотен тысяч подписчиков, она одинаковая. И получается, смотрите, какая очень смешная история. То есть, с одной стороны, продажи вроде приносят деньги в компанию, поток денежный выстраивают, а с другой стороны, для них, по большому счету, кроме тренингов, там CRM-систем и выскакивающих вот этих форумов, давайте мы вам за 26 секунд сейчас перезвоним, ничего не придумали. И что делать тогда, да? Ну и в какой-то момент нас, скажем, прямо осенило, мы поняли, что надо что-то делать, мы нашли решение. Да, но мы опять же столкнулись с какой историей, что вот брать тупо в лоб и заниматься вот этим вот ретаргетингом, рассылками, совершенно не вариант. Вот этот весь маркетинг, когда за нами бегают эти баннеры две недели, выглядит, знаете, вот кто в Египте из вас был, там на базаре какой-нибудь Шарм-эль-Шейхи, ты идешь, делаешь первый шаг в него, и на тебе уже на плече кто-то висит и говорит, дорогой, пойдем, сейчас что-нибудь тебе покажу. И у многих маркетинг так и построен. Сейчас мы захватим лид, а потом продадим. И эта позиция, к сожалению, большинства именно коммерческих специалистов, продажников. Ну вот предыдущий доклад был как раз о том, что если быстро мы хватаем историю и быстро пытаемся сконвертировать человека, в итоге это снижает сильно качество конверсии, мы это уже давно тоже на себе поняли. В итоге есть решение, да, решение это состоит именно в связке всех тех бесконечных инструментов маркетинга, очень правильных, очень разумных, с воронкой, с технологиями, с криптами, с продажами, да, скажем так. Для того, чтобы это сделать, нужно сначала понять, что воронки продаж, что он видит, в котором ее многие себе рисуют и представляют, ее не существует, есть, скажем так, такой носок или кишка продаж, что более правильно. То есть это совершенно разнородная история, которая на любую стадию воронки продаж, не на первую, не в горлышко, а на любую стадию можно взять и пригнать людей, на любую абсолютно, и начать с нее. Не все люди проходят ее с нуля. Тех, кто отваливается с воронки, можно возвращать, можно переориентировать на другие продукты, на другие услуги, а с других услуг обратно закидывать. То есть можно работать реально с несколькими воронками вашей товарной матрицы и управлять с помощью инструментов маркетолога. Но ситуация какая сейчас у нас на рынке? То давно в интернет-маркетинге, на стороне агентства, на стороне клиента прекрасно понимают, что стоимость заявки, стоимость конкретного обращения от клиента растет год от года. И вот та заявочка, которая приходит, ее бросать совершенно никак не хочется. То есть каждого клиента отдельно нужно брать и выращивать, растить. То есть мы для себя придумали такую концепцию, как ферма лидов, ферма продаж, где конкретно каждое касание с клиентом, мы уже его цепляем и растим до конечной продажи. Сейчас вот расскажем кейс по одному из наших клиентов. Ефим. Это Ефим, у него есть дом, и так получилось, что внешний вид этого дома Ефима вообще не устраивает. Он хочет как-то его, скажем так, облагородить, как-то сделать его красивее и визуально приятнее. И он ищет, каким материалом бы облицевать. Он идет в Яндекс, например, и вбивает запрос, чем облицевать дом, какой материал выбрать, как сделать дом красивым. Он не формулирует напрямую запрос на какую-то продукцию. Ну, например, представим, что мы начинаем с этой стадии. Да, то есть это самая-самая крайняя история, когда еще спрос только формируется, когда он не понимает, какие поставщики, продукты, что ему надо. Но уже на этом этапе мы, в принципе, клиента можем зацепить к себе в базу и в дальнейшем с ним работать. Это первая точка входа. И у нас есть маркетолог Владимир. Если честно, он желание бешено имеет продать Ефиму этот сайдинг. Он думает, а как же мне сделать так, когда Ефим ко мне пришел, и что бы мне ему предложить? Ну, конечно же, ретаргетинг. Давайте я побегаю за ним с этим баннером. Ефим, совершенно не ожидая появления Владимира, вдруг получает огромное количество одинаковых баннеров. Почему-то вдруг про сайдинг. Каждый божий день одинаковые баннеры. Каждый день одинаковые баннеры. Каждый день. Он приходит домой, и вроде бы вот она, жена рядом, но нет. В мониторе его ждет Владимир, который предлагает ему в очередной раз сайдинг. А в голове Ефима как бы нет понимания того, что ему вообще нужен сайдинг. Он думает, ребята, ну вообще-то я уже, наверное, оштукатурю. Я вот тут почитал про это как раз. Да, и проходит некоторое время. Владимир становится опытным, успешным маркетологом. Он побегал по огромному количеству грабель. Он понимает, что вот эти пытки клиентов с ретаргетингом, ну, были немного неправильны. И нужно использовать какие-то более хитрые механики. И Владимир использует скрытый ресурс любого маркетолога, секретный голову. Он решает разбить путь принятия решения по покупке продукта на стадии. Да, ну, он уже работает давно в этой компании. И он понимает, как 80% клиентов этот сайдинг выбирает. И разбивает на стадии от принятия решения до монтажа, цвета и покупки. Потом он использует второй скрытый инструмент маркетолога. Это Excel, забытый инструмент. И он, собственно говоря, каждый этап принятия решения разбивает на дополнительные проблемы, на дополнительные боли, на дополнительные потребности. В итоге в 17 вот этих вот последовательно расположенных проблем укладывается 95% клиентов, которые выбирают этот материал. Да, там 5-10% они в состоянии измененного сознания делают это по-другому, но мы, допустим, их сейчас не берем во внимание. Итак, теперь Ефим. Да, наконец-то, аллилуйя, новый маркетолог Владимир, обновленный с новым пониманием. И он говорит так, Ефим, ты ищешь, как отделать дом штукатуркой? Не вопрос. Мы тебе подскажем. Мы не будем тебя хватать всплывающими окнами, предложениями, скидками. Покажем тебе баннер, чем отличается сайдинг от штукатурки, что выгоднее, как это можно, собственно говоря, выбрать. Естественно, видя такой баннер, очень хочется по нему перейти. Он переходит на страницу, читает полезный контент, ему ничего не продают, его обучают. Он не оставляет имейл, он не звонит, он не обращается, не заказывает, ничего не делает, просто читает материал. И после этого какая ситуация у нас возникает? Как родилась наша система? Есть человек, который заходит на сайт по стадийному баннеру, по определенной стадии. У него есть айдишник, который присваивается ему системовой аналитики. В данном случае, например, это Google Analytics и Google Tag Manager. Благодаря недавним изменениям, буквально недавнему обновлению Яндекс.Метрики, слава богу, GTM может работать теперь и с Яндекс.Метрикой, и уху, мы можем управлять и ей. Эта система управляет через GTM, она, так называем, поджигает пиксели различных рекламных систем. Это могут быть видео, это может быть почта, это может быть баннеры, это может быть любые абсолютно креативы в любых системах, но об этом чуть позже мы расскажем. И она же переключает стадии. То есть прочитал страницу, посмотрел баннер, открыл письмо, посмотрел видео, опа, стадия переключилась. Эта стадия считается завершенной. Человек познакомился с этой информацией. И, естественно, тот же самый айдишник пробрасывается в CRM, и в CRM мы таким образом по этому же айдишнику, в CRM-системе мы видим полностью аналитику до продаж, что EFIM наконец-то этот сайдинг купил. Это и есть та система в упрощенном виде, пока без имейла, о которой мы говорим. Да, по сути, вот эта центральная прослойка, как это я называю, теплица продаж, куда попадает конкретно сегмент клиентов, с кем работает. Мы агентство первично, да, и мы половину работы выполняем там что-то в ручном, что-то автоматизировано. Но когда приходится работать с клиентами, у которых десятки тысяч посетителей в день, и каждый день нужно брать вот эти базы с различных рекламных сетей, между собой миксовать, переносить с одной стадии на другую, наши ребята, наши специалисты хотят застрелиться. И наши ребята придумали вот эту теплицу, сделали эту систему, в которой мы фактически видим, какие стадии клиент прошел, чем он интересовался, какие креативы наши он видел. И это все в дальнейшем подгружается в любую, в принципе, CRM-систему, client ID, и мы всегда можем понять и посмотреть, как вот эта вся цепочка до продаж в итоге в конечном сработала. Самый важный момент, да, так как Владимир у нас опытный маркетолог стал, он понимает, что креативы на каждую стадию должны быть разные, под каждые, как это говорят западные маркетологи, более клиента. Мы говорим задачи и проблемы, готовятся различные креативы совершенно, то есть много разных каналов, соответственно, огромное количество этих креативов, это вот самое сложное, самое трудоемкое, что в этом процессе есть. И, конечно же, под каждую из этих вот 17 стадий, которые Володя показывал, готовятся специальные посадочные страницы, где подробно рассказывается про эти проблемы, про эти цели и задачи, куда люди, собственно говоря, и приходят. Окей, через три дня, ознакомившись со стадией выбора, собственно говоря, отличия сайдинга от штукатурки, и фильм видит новую стадию, ну, там, допустим, несколько стадий мы пропустим для понимания, и баннер идет, речь идет про монтаж. Как обманывают при монтаже, нюансы монтажа, специфика монтажа. И реально, это может быть не только баннер, мы сейчас дойдем и до видео, до почты, до других любых креативов. Окей, ему это интересно, он переходит на страницу, и настолько ему интересно прочитать про эту информацию, что он даже оставляет свой имейл. Он готов подписаться на качественный контент про монтаж, про цвет, про другие материалы, про консультации монтажника, консультации специалиста, замерщика и так далее. Когда у нас есть имейл, теперь у нас есть не только айдишник Ефима, но и его имейл, и даже если айдишник при смене устройств меняется, при смене компьютера, имейл остается, и мы не теряем связь с нашим человеком. Да, то есть вот это вторая точка входа, на которую мы цепляем нашего Ефима, нашего клиента, и дальше с ним работаем уже в этой теплице продаж. Да, получает письмо о монтаже, изучает письмо, переходит на страницу письма, на страницу, соответствующую монтажу сайдинга. Все открытия писем, все прочтения писем, переходы, все фиксируются четко, однозначно в нашей системе. Естественно, писем, так же, как и баннеров и видео, они должны быть под каждую стадию, под каждую боль, свое письмо классно, грамотно составлено. И, что самое важное, специалист по продажам в специальной системе однозначно видит, на какой стадии находится каждый лид, что он прочитал, что он посмотрел. Но не просто, что он что-то видел, а именно в какой момент принятия решения он это посмотрел, на какой стадии находится он сейчас. И, может быть, проще, если есть, удалось до этого взять телефон каким-либо образом человека, да, Ефима, например, нашего, может быть, проще поднять трубку и просто позвонить человеку. Но вот застрял он там на цене, и видно, что со стадии по цене он никуда не ушел дальше. Но окей, давайте ему позвоним, попробуем что-то ему дальше объяснить голосом уже. Таким образом, система преобразуется как? Если человек подписался, у нас есть также айдишник и теперь почта. У нас есть система аналитики, которые хранят списки, рекламные списки, списки таргетинга, да, хранятся в них. У нас есть в данном случае дополнительно к рекламным каналам MailChimp или Sensei, на которых мы это делали, и база данных ClientIDs и Mail пользователя. Также есть письмо под каждую стадию и страница под каждую стадию. И, естественно, все это также связано с CRM-системой. То же самое, но добавляется почта у нас с вами. Через неделю после той стадии, когда он тоже прочитал, оставил свою почту, ничего больше не делал, на YouTube он видит видео про стоимость сайдинга, как выбрать правильный сайдинг по цене, сколько он на самом деле стоит. Подробно видео 2,5 минуты, ему это объясняет. Он ничего не делает с этим видео, он его посмотрел. Видео, естественно, под каждую стадию должно быть отснято, должно быть сделано. То же самое, должна быть проделана такая маркетинговая работа в этом плане. Через 5 дней без всякого кипиша и проблем он совершенно никуда не спешил после видео, никому не обращался, никакое всплывающее окно за ним не бегало. Через 5 дней он спокойно звонит менеджеру в офис и говорит, что вот здравствуйте, либо если на сайте установлен динамический колл-трекинг, то сразу клиент-айди Ефима отображается в системе и сразу понятно, что это Ефим. Если такого колл-трекинга нет или айдишник уже затерт, то менеджер может узнать его имейл или телефон и по этим данным состыковать его с профилем в CRM и узнать, что это Ефим. Он видит все пройденные стадии Ефима, консультирует его по всем вопросам, но понимает, что при всем своем желании никак, при бешеном желании своем продать сайдинг, он никак не может объяснить по телефону Ефиму, как выбрать цвет. Ну никак, ну ступор полный. Что он делает? Он все объясняет Ефиму, кладет трубку и переключает стадию. Думает о выборе цвета. И это тот самый третий момент, когда мы с оффлайна клиента уже с оффлайн обращения можем опять же загнать вот в эту воронку продаж. Ну и соответственно, поскольку все стадии у менеджера под контролем, видят какие пройдены, какие пропущены стадии, где человек находился, и также имея контроль этих стадий из CRM, ну потому что он пообщался, система могла ошибиться. Она могла ему поставить не ту стадию. Ну так получилось, что он веб-баннер, например, о монтаже посмотрел. А на самом деле он даже не понимает, может быть, про цвет или не понимает про материал сайдинга. Не вопрос, стадию можно переключить, проконсультировать и двинуться дальше. Через день после обращения и общения с менеджером, когда стадия была переключена, Ефим получает письмо уже о выборе цвета. Там написаны нюансы все про выбор цвета и ссылка на специальную программу в интернете, которая позволяет цвет сайдинга подобрать. Да, и дом красивенько, аккуратненько одеть в нужный сайдинг. Ему это нравится, и он, конечно же, готов к покупке и ее делает. Ну, понятно, что делает он ее не бесконтрольно, она сразу же отображается по айдишнику или почте. Заказ делается и с айдишником, и с почтой, и с телефоном, и по одному из трех параметров. Мы склеим профиль Ефима однозначно в системе. Видна покупка, видна оплата, менеджер это видит, все стадии там же. Ну и вот свеженькая перед конференцией взяли просто скриншот из аналитикса. То есть 0,17% это конверсия в выбор дилера и в звонок этому дилеру без стадий. 14,87% это конверсия, когда человек прошел по стадиям, когда он эти стадии, собственно говоря, прошел и добрался до выбора дилера для покупки сайдинга. Ну, в общем, простые математические расчеты показывают эффективность данную. Да, и завершая заклад, хотелось бы процитировать американского гуру инбаунд маркетинга Сета Година о том, что вот проблема большинства маркетологов, что мы смотрим на клиентов, знаете, как на эти вот графики, цветные пироги, сегменты и так далее, безлично, да, и пытаемся на каждый сегмент что-то одно и то же продавать, что-то предлагать. Каждый клиент это уникальная личность, человек со своими потребностями, со своими тараканами в голове, со своим образом жизни, со своими какими-то персональными особенностями. И мы, имея современные возможности технологии интернета, CRM, систему колл-трекинга, телефонии и так далее, мы можем под каждого клиента подстраивать наши предложения. Мы можем конкретно думать о решении конкретной его проблемы. Давайте будем с вами это делать, наступила эра персонализированного маркетинга, а сейчас мы с удовольствием ответим на… Ну и до последней секунды хотелось бы поблагодарить Диму Федорова, нашего проекта, который участвовал в разработке этой системы, Дашу Егорову, которая помогала с презентациям, и Вика Евстифеева, кто тоже это все оформлял. Все, всем спасибо. Спасибо большое, ребят, прекрасно. Тут вот сразу уже, я начну с онлайна, потом в залу идет вопрос. Владимир Самусевич спрашивает, сколько стоит вся такая работа? У меня тоже ощущение, вот для сайдинга это окупится, или это только если ты производителем торгуешь? Если это производитель сайдинга, для него это окупается. Тут я обычно отвечаю так, что, друзья, вот процентов 80 этой работы у вас должно уже быть сделано, потому что если вы как бы крутите какие-то другие баннеры, если у вас нет страниц на сайте, отвечающих на вопросы пользователя, если у вас нет писем, решающих проблемы пользователя. Ты что, сайтов не видел в России, а? Ну да. То есть это, конечно, такой вопрос. Секундочку. Ну, спасибо за ответ. Нет, ответ правильный совершенно, но я боюсь, что все-таки определенного уровня должен быть клиент, чтобы он, ну, на вашем языке разговаривал. Конечно, конечно. Вот вопрос из зала. Здравствуйте, Евгений. У меня несколько вопросов. Спасибо, яркое у вас было выступление. Тем не менее, очень долгий процесс реализации такой продажи, очень долгий. Дальше. Откуда у вас взялся client ID? Я что-то как-то пропустил этот момент. Client ID во время регистрации вроде как выдается. Дальше. Давайте по одному вопросу. Опыт показывает, что не надо напрягать оперативную память. Для дешевых товаров это совершенно не актуально, я так понимаю. Ну, сайдинг, да, продажа катеров, там, а продажа ботинок. Да, давайте я по частям отвечу тогда. Значит, процесс реализации, да, не очень быстрый, опять же, но это классное раскапывание маркетинга продукта. Оно в любом случае должно быть сделано. Client ID, наверное, вы спутались с User ID. Client ID присваивается всем, User ID склеивается по профилю. То есть User ID у нас нет. User ID появляется, когда мы клеим по e-mail или по сотовому. И насчет того, для кого это подходит. Подходит для, на самом деле, всех сложных товаров, услуг. Естественно, маржинальность нужно считать. Ну, стоимость системы, в принципе, можно посчитать. Сколько всего нужно нарисовать, сколько стадий решения, сколько все это стоит, это можно четко посчитать. И если это действительно с того стоит в плане финансов, конечно, нужно делать. Если стадия решения долгая, циклы принятия решений сложные. Это не для бытовой техники, электроники и так далее. Ну, и не для спонтанной покупки, не для какой явно. В спонтанных покупках и спонтанных вообще нет. Банальный пример из практики. Сын покупал позавчера разведитель на блок питания за 150 рублей. Этот баннер с ретаргетингом бегает за нами и сжигает деньги клиента. То есть это продажа в минус, по сути. Это правильно. А вот там вопрос. Что, вопрос сняли? Окей, тогда пока. Сейчас, секундочку, я уже вопрос из онлайна. А потом все-таки, да, объем работы со стороны вашего партнера не всех, видимо, радует. И вот НН Андреевна спрашивает, а что делать тем, кто не готов создавать такую тонну контента сам? Можно выбрать одну-две стадии, самые ключевые, на которых вы знаете, что вот на этой стадии действительно продавцу бывает сложно. Например, здесь можно было бы выбрать выбор цвета. Ну, например, да, там действительно много провалов на выборе цвета идет. И по этой одной стадии попробовать прокачать. То есть, ну, одна-две стадии буквально. Можно начать с этого. Да, либо другой кейс нашего клиента, сложное мета-оборудование. У них клиентская база 470 компаний. То есть что сделали? Подготовили письмо персонализированное под каждого. Вшили в письмо УТМ метку персонально под клиента. Разослали им письма с предложением перейти на сайт. Человек перешел на сайт, мы уже склеили все айдишники и узнали, что он посмотрел, когда изучил. И у менеджера, соответственно, появилась информация, что клиент изучал этот продукт и неплохо было бы ему позвонить. То есть это не нужно воротить какую-то систему. Это разовая такая акция и там две продажи. Понятно, спасибо. Вот здесь вопросы. Андрей, Владимир, спасибо большое за такой доклад. Приятно видеть, что кто-то действительно много работает. Только мы, друзья, только мы, безусловно. Меня зовут Руслан. Мы проводим конференции для разработчиков. Ну, соответственно, там тоже товар довольно-таки сложный. Но вопрос заключается в следующем. С трекингом клиента, потому что обращаемся мы к нашей аудитории, это к программистам, а решение о покупке и оплату производит, собственно, HR, к которому программист топает ногами на соседний этаж. И вот это, к сожалению, в онлайне мы пока отследить не можем. Вот есть ли у вас какие-то решения, которые могут нам позволить это все дело прослеживать. Потому что по факту у нас есть куча людей, которые проходят много-много стадий, ничем не заканчиваются. И есть еще много покупок, которые просто приходят и сразу берут. Да, здесь что важно понимать. Вообще, в принципе, в сложных продуктах в B2B очень много сегментов целевой аудитории. Недавно был клиент по лабораторному оборудованию, 38 сегментов аудитории, с которыми нужно работать. Тут чудес не бывает. Конечно же, сделать так, чтобы все эти сегменты в онлайне мы объясняли, они перетекали друг в друга. Это все уже из области фантастики. Но тут только воздействовать на двух этих людей. Отдельно воздействовать своим контентом на HR, своим контентом на инженеры воздействовать. И когда они окажутся на одном собрании, они будут всем грызть глотки. Один будет говорить на своем языке, что вот эти ребята, они там по HR, вот это, вот это. А инженер будет говорить, да у них там безопасность, у них там технологии, все. Но, к сожалению, нужно, конечно, затрачивать усилий на контент больше в два раза. Если сегментов 38, чудес не бывает. Ну, в 38 раз. Да, и от себя тоже совет. Просите вот этих вот специалистов, да, чтобы они письмо HR переслали, в котором вшит ваш пиксель. И бегайте за рекламой за ними уже, конкретно. Спасибо, ребят. Есть еще вопросы, я по этому чуть-чуть вас тороплю. Вот там вопрос вдалеке. Спасибо большое за яркий доклад. Меня зовут Илья. Вопрос в следующем. Как мы можем избежать ситуации, когда мы такие готовили пользователя через кучу этапов, а потом он такой посмотрел ролик на ютубе, не наш. И там была ссылочка. Он такой, все, я все знаю, спасибо за ссылку, взял, купил. Спасибо. Честно, не очень понял. Просто не наш ролик он посмотрел. Ну, наш он увидит тоже, наверное, или как? Не очень понял. Нет, в плане, что мы его подготавливали, а купил он не у нас, потому что на одной стадии он посмотрел чужой ролик. Да, bad luck, без вариантов. Я бы хуже сказал, shit happens. Это не волшебная таблетка, друзья, это bad luck. Так, вот здесь еще был один обещанный вопрос. Вов, Андрей, привет. Вопрос про обратную связь. Ну, понятно, как это выглядит со стороны того, что делает компания, да, там разбитый контент на разные этапы. Вот вначале сказали, да, что понятно, как определяется изначальная стадия, на какой находится человек. Ну, там по поисковому запросу, например, категория, да, понятно, на какой стадии. А как дальше система понимает, что вы коснулись, да, что там как-то система понимает, что человек перешел на следующий этап. Как вот настроена эта петля? Вопрос понятен, да, отвечаю. Несколько триггеров есть. В принципе, они же входные триггеры, они же меняющие стадию. Первый вариант. Вот, кстати, анонс был в рекламной сети Яндекса, PostView, да, появился, если я правильно понял. Это вот, это четвертый триггер будет еще к нашей системе, значит. То есть можно не обязательно нажимать на баннер и переходить на страницу, а можно его увидеть. Сработает триггер PostView, и даже это можно уже стадию переключать. Второе, это нажатие на баннер, чтение контента, можно сделать, чтобы стадию переключало. И третий триггер, третий триггер, это получение письма, открытие письма, и мы считаем, что после того, как он прочитал письмо и перешел на страницу, например, контента, это еще один триггер. И триггер смены вручную менеджерам CRM, потому что менеджер лучше всего разберется, чего в итоге непонятно. Вот есть три-четыре триггера, которые позволяют стадию сменить. Вот, естественно, она может путаться где-то, но в итоге ее можно поменять. Спасибо большое. Сейчас опять вопрос из онлайна, потому что в онлайне фундаментальность вашей системы явно не дает покоя людям. Анастасия Черезова спрашивает, а у какого количества ваших клиентов реализован весь такой полный цикл отслеживания покупок? У единиц? Да, у нас вообще исторически немного клиентов, потому что много времени уходит на погружение в их бизнес, продукт, товар и так далее. Но вот сейчас в данном случае таких четыре системы в процессе реализации немного. Так, вот там был вопрос. Это невсплывающее окно на сайте, да. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Специально ждала ваш доклад. Не разочарована, спасибо. Спасибо. Вопрос такой. Вы своих потенциальных клиентов также взращиваете до покупки? Если да, то какие стадии там присутствуют? Да, у нас похитрее. Похитрее. Сейчас сапожник и сапог. Сапожник с сапогами. Сапожник с сапогами у нас похитрее. У нас дополнительно к этой истории еще работает сервис, который по баллам оценивает действия людей на сайте, на блоге, на наших всех спецпроектах. И в зависимости от баллов он еще и на наших проектах показывает им разную историю. То есть не только на сторонних площадках. И вот, например, у нас в CRM есть тоже триггеры, на какой стадии принятия решения находится человек. И мы можем его также таргетировать. То есть мы ему шлем почту свою, на своем сайте его записываем, на видеокурс какой-нибудь, на обучение. И вот по таким стадиям мы его прокатываем. Я здесь еще не показывал скриншот многоканальных последовательностей, когда четко видно, чего касался человек до покупки. Мы такие последовательности тоже у себя рассматриваем. Поэтому, да, реализованы. Расскажите, можно будет в куларах подойти. Да, и про систему, какие используем, чтобы сейчас со сцены не называть, тоже расскажу. Супер, спасибо. Ребята, к сожалению, все. К сожалению, дальше... Вы же не убежите сразу после финала? Нет, конечно. Наверное, есть люди, которые хотят вас дождаться и взять за пуговицу. Спасибо всем большое. Спасибо, Алексей. Спасибо, Володя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...